всем привет народ вы на канале будь мужиком и сегодня я хочу с вами поговорить про щит сигнализации это щит сигнализации общей котельной автоматики а извещать у нас будет о том что произошла авария по одному из параметров параметров здесь этих буквально целая куча и сейчас мы с вами их разберем как вы видите на щите у нас целая куча параметров несколько лампочек у нас тут даже не подписаны то есть мы можем сюда еще доподключить некоторые датчики щит у нас открывается очень просто вставляется ключик поворачивается и в общем-то щит открыт эта дверца тоже очень легко снимается буквально вот так вот раз он из своих креплений выходит здесь мы откручиваем гаечку вынимаем вот эти вот штыки ручки и все и у нас в общем-то щит разобран то есть в принципе добраться к нему довольно таки просто внутри он представляет собой вот такую вот вещь то есть здесь плата управления здесь плата управления здесь плата управления вот и для чего все это нужно сейчас мы с вами разберем ребят на лицевой части мы видим срабатывание по каким датчиком у нас будет по этому щиту сигнализации но в данном случае это высокая температура воды в котле низкое давление воды в котле давление газа выше либо ниже нормы загазованность котельной пожарная сигнализация отказ теплогенератора тревога охранной сигнализации ну и также в этом щите у нас еще добавлена авария насосов три датчика у нас на этом щите идут запасные мы можем сюда вывести все что мы захотим например это может быть тот же самый датчик протечки например его ложим на пол если он там замыкает свой контакт то срабатывает щит сигнализации и вырубает клапан-натекатель то есть фактически задача данного щита при любой аварии отключить подачу газа на котельную далее мы видим низкая температура помещения то есть здесь в самой плате встроен датчик это такой своеобразный терморезистор если температура в помещении со щитом падает ниже 5 градусов цельсия то загорается лампочка аварийной сигнализации что температура в помещении ниже заданного уровня и также сама загорается лампочка при превышении температуры выше заданного уровня в данном случае это у нас 70 градусов для того чтобы терморезистор пришел нормальное состояние эта лампочка выключилась надо нормализовать температуру то есть должно быть выше 5 менее 70 градусов цельсия далее на мордочке мы видим нарушение электроснабжения есть у нас есть такой своеобразный тумблер но вы можете глянуть в инструкции если мы его активизируем то у нас щит сигнализации анализирует наше состояние сети то есть получается если у нас есть к примеру какое-нибудь чередование фаз мы можем этот тумблер включить и при чередовании фаз будет отключаться электроснабжение также у нас есть управление клапаном и сброс тест управление клапаном эта кнопочка нужно для того чтобы отключать клапан-отсекатель вручную кто не знает клапан-отсекатель у нас ставится обычно на воде в котельную на газопроводе соответственно если мы нажимаем на эту кнопочку то подача газа прекращается на всю котельную. Кнопочка сброс тест нужна для того, чтобы загорелись все светодиоды, то есть мы проверяем исправность всех светодиодов, а также она нужна для того, чтобы проверить сбросилась ли ваша авария. К примеру, у вас работал щит низкое давление воды в котле. Вы подкачали давление в котельную, лампочка у вас горела постоянно и был постоянный сигнал, такой длительный. Если вы нажимаете на кнопочку сброс тест, нажимаем раз, все светодиодики загораются и авария пропадает, в том случае, если авария устранена. Если авария присутствует, то лампочка продолжит гореть постоянным светом. Лампочка питания у нас горит в том случае, если у нас питание идет от сети. Если у нас идет питание от аккумулятора, то лампочка питания горит уже не зеленым, а желтым цветом. Кнопочка режим горит тогда, когда у нас есть связь с данным щитом с каким-нибудь компьютером. Наш щит сигнал 1 можно сообщить, в общем-то, с каким-либо другим интерфейсом через систему Modbus. То есть, если система Modbus у вас подключена и режим системы в порядке, у вас горит вот эта вот лампочка режим. И есть у вас еще тут такой вот тумблерочек. Это у вас охранная сигнализация. Ну, конечно, охранная это такое, в кавычках можно сказать, сигнализация. Почему? Потому что это, в общем-то, очень такая дурацкая сигнализация. То есть, любой дурак, извините, может ее выключить. Вы вставите тумблер, например, на охрану, посередине клоц, поставили. У вас есть 20 секунд, чтобы выйти из помещения. Вы так побежали, короче, выбежали из помещения, баск, закрыли дверь, сигнализация у нас сработала, поставилась на сигнализацию, все в порядке, все классно. Если какой-нибудь злоумышленник проникает в помещение, на котором есть у вас вот такой вот щит и на нем есть датчик, ему достаточно просто подойти к щиту, этот тумблерочек нажать, выкал и все, сигнализация снята. То есть, он зашел, она начала пикать, ваш злоумышленник подошел, извините, вот так вот, выключил сигнализацию просто тупо тумблерочком. То есть, он даже не нажимал никакого пароля, не вставлял там никакой ключ, ничего не вводил, просто вот тумблерочек, вот вниз поставил и все, сигнализация снята. Ну, это, конечно, понты, но тут есть эта вот штука. Здесь у нас есть, в общем-то, две кнопочки для программирования щита, вот эти вот беленькие, а также есть у нас еще некоторые дип-переключатели для того, чтобы программировать наши датчики. То есть, в режиме программирования мы можем установить, в каком положении будет нормальная работа датчиков. А также у нас есть еще дип-переключатели вот здесь вот. То есть, если мы меняем положение вот этих вот переключателей, то меняется, в общем-то, грубо говоря, и тип датчика. То есть, к примеру, мы подключаем вот датчик D1 берем, вот подключаем сюда и сюда. И, к примеру, в этом положении дип-переключателя он у нас нормально закрытый. То есть, если у нас контакт присутствует, дип-переключатель в положении нормально закрытый, все в порядке. Если датчик размыкается, происходит сирена. И, наоборот, если у нас этот датчик нормально разомкнутый, то мы этот переключатель ставим уже в другое положение, перещелкиваем его вниз и, соответственно, сработает сигнализация, когда он уже замкнется. Ну и так же самое, в общем-то, с любым датчиком. Перечень датчиков вы можете увидеть вот здесь, вот это все в принципе подписано, нормально открыто или нормально закрыто, и тут вы выбираете вот этих вот тумблер. Подробно, как оно программируется, вы можете посмотреть в инструкции по данному счету. Пока что программированием мне еще не доводилось заниматься, но программируется вот этими вот переключателями и кнопочками. С этой стороны мы подключаем с вами датчики нашей котельной, с этой стороны мы с вами подключаем линию, то есть есть у нас линия связи со щитом сигнал 2, то есть грубо говоря, сюда мы можем подключить еще один такой же самый щит сигнал, но он уже будет просто чисто информационный и вот этот вот информационный дублирующий щит мы можем вынести куда-нибудь в диспетчерскую. К примеру, вот этот вот щит у нас стоит непосредственно рядом с датчиками в котельной, а диспетчерская находится где-то там в 10 километрах. Вот мы 10 километров провод, например, тянем, ну это образно говоря, вот, и ставим там дублирующий щит. Соответственно, если мы там в 10 километрах увидели, что тут сработал щит, потому что он повторяет все сигналы, например, низкое давление воды, то вы 10 километров бежите пробежечку вот сюда вот, в котельную, в котельную, устраняете аварию, сбрасываете кнопочкой сброс тест и все, все в порядке, жизнь налажена. Также у нас здесь есть подключение сирены, то есть увага, это у нас вот эта вот лампочка СЗО, это у нас сирена, которую можно подключить, которая будет у вас срабатывать вместе со щитом сигнализации, то есть если вам недостаточно противного писка от щита сигнализации, вы можете еще себе какую-нибудь противную сирену, так чтобы вам было вдвойне противно это все слушать. Потом здесь еще есть котел МН, то есть здесь вы можете подключить какой-нибудь там контакт котла, например, по аварийной какой-нибудь ситуации, к примеру, котел вышел на аварию, у вас тут же щит начал пищать и если вы хотите, то еще может упасть и клапан-отсекатель и это сечевый мхас еще. Также сюда можно подключить насос, клапан-отсекатель, как вы уже заметили, тоже сюда подключается, как нормально открытый, так же самое и нормально закрытый, смотря на какие контакты вы его подключите. И сигнализатор загазованности также можно сюда вывести, то есть тут уже получается связь у вас не сигнализатор загазованности с клапаном напрямую, а через щит, то есть сигнализатор загазованности вы выводите на щит, а со щита уже выходит напряжение на клапан-отсекатель, то есть если он у вас нормально закрытый, то он постоянно будет запитан у вас со щита, если он у вас нормально открытый, то при срабатывании сигнализатора загазованности, будет подано питание на клапан-отсекатель, и он у вас закроется. Также здесь наверху вы можете увидеть блок питания. Этот блок питания нужен для того, чтобы питать наш аккумулятор. В основном сюда ставят 7-амперные аккумуляторы, и этот блок питания их запитывает. То есть, если у вас аккумулятор разряжен, то у вас блок питания его заряжает. Если аккумулятор у вас заряжен, то при отключении света у вас щит сигнализации будет работать от аккумулятора. В новых версиях этого щита у нас есть еще отсечка. Если у нас падает напряжение ниже 11 вольт, то просто загорается лампочка аккумулятор разряжен. Если падает напряжение ниже 10 вольт, то для того, чтобы сохранить жизнь этому аккумулятору, у вас плата блока питания, в общем-то, отключается от самого аккумулятора. Но в старых версиях этой отсечки нету, поэтому в основном все аккумуляторы потом дохнут, а вместе с ними и эти платы, как и случилось с этим щитом. А здесь вот еще сзади в конце у нас есть еще четыре клеммочки. То есть, это у нас сюда подключаются три фазы и ноль. В общем-то, три фазы подключаются чисто для того, чтобы мы могли их анализировать, если у нас чередование фаз. И при чередовании фаз, при включении определенного тумблера, у вас щит сигнализации будет отсекать питание. Так что, если вы считаете, что я вам рассказал какую-нибудь интересную информацию и вам это в жизни пригодится, то ставьте лайки. Если вы считаете, что я вам какую-то ерунду начесал, ставьте дизлайки. Всем пока, ребята, и до новых встреч!